всем привет в этом видео хочу показать свои новые приобретения с блошиного рынка это вот такой вот конь из бронзы старый очень бронзовым я пробовал наждачком шлифанул маленькой пятку что он состоится очень старый уже весь такой старости почернел ржавел не знаю старый это уже считается антик курят я хочу почистить обработать чем-нибудь попробовать такой вот конек следующее мое приобретение это вот такой тоже старинный подсвечник тоже из бронза тоже старый не знаю даже сколько лет старость был раньше использованы конечно это все почищу потом беру при дамбурский ветвь еще мое приобретение это вот такой типа сундучка это из порцеляна старый не знаю сколько лет считается уже антик таких вещей очень редко попадается продавала одна бабуська и вот ее соседка там попросила несколько вещей своих продать тоже она она вот на руль что ли на инвалидной коляске дома передвигается не смогла с ней съесть передала вот несколько вещей из них несколько я их у нее купил три вещи вот она раньше покупала коллекционировала печать есть 1895 года синяя печать все падает под лаком что это натурально не подделка такие из кобальта рисунки короче тоже настоящий кобальт рисунки нанесены на нем и он идет с бронзовыми фрагментами такие ножки ручки очень красивый и он еще лак на нем еще лакированный как лакированный выглядит что не тускнеет но дох потускнел все равно под лаком даже на а ведь уже так вот еще вот такое приобретение купил его конечно не за маленькие деньги но он того стоит сохранился очень хорошо в серванте у бабульки такие вещи только можно в антикварных магазинах купить очень редко попадается на балашинных рынках еще одно произведение искусства такой вот шмук коробочка ручная работа все в золоте на ножках изнутри порцелян печать тоже под лаком синяя рояль тоже не подделка тоже от этой бабуси вот три вещи я у нее купил все вот эти вещи старые она собирал такие вещи конечно у нее там еще было много еще но у меня уже денег не хватило чтобы все скупить были бы деньги и конечно ей больше купила бы много было чего интересного вот еще одно приобретение такая вот ну как подставочка тут стоят две короче чернила сюда наливаем чернила это для перьев короче писать перьями вот эти вытаскивать чернила наливали тоже все в золоте ручная работа нет тоже такая же все тоже внизу есть штемпель вот штемпель стоит золотом такая вот вещица красивая это следующее мое приобретение это вот такие три подсвечника тоже тоже позолото есть так они выглядят цветочки населечки все золотом все звук штемпель встает и и и и и и и и и такие вот вещички красивые следующее произведение это вот такая вот под сигареты пепельница короче двух сторон сюда ложились сигареты здоровая пепельница такие узоры необыкновенные художник писал картину здесь все золотом канты все пройдены золотом пока вот эти красиво печать стоит акка кайзер германия такая вот пепельница так следующее на покупка это вот такой вот круг пир круг по-немецки короче пивная кружка зомблеров коллекционеров уже есть печать штемпер стоит такая вот кружечка так следующее моя покупка еще один круг еще одна пивная коллекционерная кружка старая все цинковая цинковая бляй фрай короче нет свинца здесь это цинк вот старый что осталось знак родной тоже штемпель мр стоит еще одна кружка пивная вот такая вот такое ощущение как будто художник и все испачкал верхней краской все в пятнах короче получилось муж специально такой стиль не забрызгивал так тоже тут цинковая кружка ой крыль это декель крышка короче крышка штемпель стоит изготовителя крышек крышки отдельно изготавливаясь где-то для кружка на другом заводе потом их пришпандорили сюда уже на керамическом заводе тоже есть штемпель такой вот бмф внутри тоже забрызгана специально так было задумано художником то это делал такой вот кругарь так это тарелка такая вот работа ручная из бронзы краски очень красивая такая тарелочка она из мессинга тоже из бронзы подвешивалась на это ушко одна клепка это утеряна на одну и только висит такой вот рисунок красивый это еще одна такая же тарелка тоже настенная только рисунок другой уже тоже одного этого мастера чья она не скажу с какой стране произведена ничего не стоит нигде так вот тоже одна уши тоже одна клепка потеряна как у той а может она на одной всего лишь держится не знаю так вот вот такой вот подсвечник из бронзы тип ангелочка накрыли их подсвечник держится это вот подсвечник тоже очень старый достался тоже у бабки я брал уже на днем он был по серебряной видно серебро местами еще осталось а уже где вот как убрали терли не знаю протирали с годами все серебро короче ушло только осталось вот внутри а на поверхности уже нет серебра вот вот маленько там где-то местами проблескивается серебром ну а что она чернела наверное чистили постоянно его но факт что вещичка тоже очень старая тоже уже идет как не винтаж уже как антик идет вот этот подсвечник красиво рисунок стиль барокко это делалось раньше как колонны смотрится интересно это вот такие фарфоровые часики это тоже винтаж тут лепестки все на месте часы вот такая вот красавица красивая штучка кобальт золото чей-то знак не скажу надо смотреть в книге под лаком видно что штемпель идет под лаком может даже не германской может чая-нибудь другой стороны и вот наконец последнее мое сегодняшнее приобретение вот такая вот тоже тарелка настенная здесь как идет партилиан фарфор такой корабль красивый очень красиво смотрится старинку опять же идет бровь тоже на стенку подвешивается и вот этот колокольчик небольшой такой колокольчик все всем кому понравилось ставим лайки подписываем кто не подписанный не пропускаем интересного всем пока пока пока